Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Привычки – это вторая натура. В целом, если посмотреть на жизнь человека, то до 90% действий, которые он осуществляет, это неосознанно, то есть по инерции, машинально. То есть то, что мы и называем обычно привычки. Да, это и есть привычки, то есть повторение обычных действий. У вас есть такие моменты? Достаточно. Вот это, знаете, вытирание носа и сейчас уже поправлять маску постоянно. Да, интересно, что в прошлый раз мы говорили, что ношение маски сегодня уже – это привычка. Мыть руки, да, стало тоже привычкой, слава богу. Дистанцироваться уже тоже подальше, пожалуйста, полтора метра. Грозно смотреть на человека, который кашляет, это тоже становится привычкой, да. Интересно, что привычки, они нам очень нужны, они нам помогают, потому что мозг в этот момент, мозгу не нужно контролировать наши действия, да, они проходят по инерции. Это было бы очень сложно, если бы мы контролировали себя, допустим, когда могли почистить зубы, да, ты сама. А так нам проще жить. Хорошо, когда это действительно полезные привычки. Они для здоровья, они помогают улучшить связь в семье, в обществе, в целом помогают, да. В этом их большой плюс. Ну что ж, дорогие друзья, обычно в передачах говорят о плохих привычках, о вредных. Конечно же, без этого мы сегодня тоже не обойдемся, но в любом случае я бы хотела предложить вам поучаствовать в нашей программе. Вот в Вайбере по телефону расскажите нам, какие у вас привычки и готовы ли вы, хотите ли вы какие-нибудь из них менять. Напоминаю, телефон в студии 34-22-43. Кстати, предлагаю также поучаствовать в нашем конкурсе, потому что мы сегодня разыгрываем, ну, просто уникальный приз, скажем так, подарок для победителя конкурса, подарок от музея Гомельского дворцового парка в ансамбле. Это, дорогие друзья, сертификат. Это действительно уникальный сертификат практически на все выставки, которые проходят в музее. Сертификат будет действительно до конца этого года. И получить его действительно очень просто. Надо позвонить в студию. Хочу обратить ваше внимание, что в конкурсе могут участвовать только телефонные звонки. И ответить на вопрос, вопрос следующий. Герой какой известной русской народной сказки? Говорит, говорил вот это выражение. Не тужи, царевич, ложись-ка спать почивать, Утро вечера мудренее. Русская народная сказка. Ну, назовите или сказку, но лучше, конечно же, назвать, что это за герои сказки. Напоминаю, разыгрываем сертификат в музее дворцово-паркового ансамбля. Ну, а мы пока продолжаем. Итак, привычки. Анастасия, давайте по порядку. Вот возьмем наш обычный день и попробуем проследить такие основные наши поведенческие привычки в течение дня. Согласны? Согласна. Ну, вот, например, во сколько и как обычно начинается ваш день? Вот у меня просто чаще с будильника, который звонит несколько раз, а я вот все не могу проснуться. Ну, в этом случае я хочу сказать, что, наверное, я не самый лучший объект для подражания. У вас приблизительно так же, да? Да, да, но в целом хочу сказать, что, конечно, с пробуждения, раннего пробуждения, да, я встаю рано, в 5-6 утра, для меня это привычно, для меня это комфортно. А я не знаю, ложитесь тогда во сколько? Ложусь в 10-11. А, понятно. То есть вам хватает вот этого времени? Да, достаточно 8 часов абсолютно ночного сна. И я себя чувствую абсолютно комфортно, никогда не была жаворонком, и для меня это удовольствие получить вот этот час свободы, чтобы уделить себе любимой. Да, пробуждение, опять же, здесь очень важно, чтобы не вставать. А вот как надо просыпаться правильно? Расскажите, потому что... Здесь важно, здесь советуют специалисты, есть перечень для того, чтобы правильно проснуться. Здесь нужно понимать, что для того, чтобы, когда мы просыпаемся, у нас есть такая расхожденность с движением и сознанием. И вот чтобы вот этот баланс получить, нам нужно включить все наши чувства. Это слух, да, допустим, это будильник. Так. Ну, опять же, желательно, чтобы будильник был приятный, чтобы не было... Чтобы не было такого стресса и дергания потом после него был. Второе, это зрение. Бывает, что будильники бывают со светом. В идеале это естественный свет, да, когда летом у нас достаточно солнца, утром мы просыпаемся уже со солнечным светом, то вот это очень пробуждает наш мозг. Сейчас, конечно, такой возможности нет, это искусственный свет, и здесь важно, когда не хватает естественного света, обращать внимание на витамин D, кстати. Мы в прошлый раз говорили, по профилактике коронавирусной инфекции очень внимательно нужно относиться к балансу витамина D. Значит, что... И когда вот именно такой вот переходный сезон, типа осень, да, чтобы, если вы, дорогие друзья, если я правильно понимаю Анастасию, если вы чувствуете, что вам очень тяжело сейчас осенью просыпаться, да, наверное, надо включить в рацион продукты с витамином D. Да, печень трески в идеале подходит. Печень трески в идеале подходит. Что еще? Подождите, печень трески не все любят? Печень трески 3 грамма в сутки, это суточная доза, поэтому я думаю, что можно себе позволить. Рыба, растительные масла тоже используются для потребления витамина D. Значит, мы включили зрение слуг, обаяние. Тоже интересное. Как это можно, да, да. Отлично бы, если бы это были цветы утром, но чашечка кофе, ароматного кофе, это тоже очень сильно бодрит. Осязание. Осязание тоже очень важное у нас чувство. Кого-то надо потрогать. Да, желательно. Это любимый человек, который или там родители ребенка потрогает, придаст пробуждение и бодрость. Вы знаете, что сейчас напоминаете мне? В детстве, когда я сына будила, я использовала такой какой-то поговорок, даже не знаю, откуда. Просыпайся, ножка, просыпайся, ручка. Да, 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 да. Что-то типа этого, кстати, неплохие советы. То есть мы таким образом заставляем свой организм, да, предлагаем ему постепенно... Да, включиться, это включение до всех центров мозга. Давайте продолжим. У нас просто есть телефонный звонок. Кто-то, наверное, хочет поучаствовать в нашем конкурсе. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Жанна. Жанна. Ну, прежде чем вы попытаетесь, я уверена, выиграете сертификацию, в музее Дворцового парка в ансамбле. Я хочу вам предложить поучаствовать в нашем разговоре с волеологом, с Анастасией. Какие у вас есть привычки? Хорошие, плохие? Может быть, есть какая-то привычка, от которой вы не можете избавиться? Или наоборот, которую вы хотите во всем... Хочу избавиться, есть привычка, да. Какая, расскажите? Очень доброжелательно и всегда помогаю своим родным и близким, за что страдаю. И вы хотите избавиться от такой привычки? Хочу избавиться, да. Немножко хотя бы. Очень интересно. Хорошо. Здесь даже не знаю, поможет ли врач-волеолог вам, но вот чисто по-человечески, мне кажется, вам надо задуматься, прежде чем перестать кому-то помогать, да? Может быть, немножко просто изменить к этому отношения? Может быть, вы многого... Может, да. Вот правильно сказать отношения. Ожидаете, может быть, многого взамен, а вы не ожидаете. Попробуйте, по крайней мере. Нет, 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 абсолютно даже доставляет удовольствие беззавненно. Ну, вы знаете, здесь еще хочется, наверное, вот порассуждать о чем. Часто бывает навязчивая помощь какая-то, да? И, может быть, вот это иногда бывает вошел. Нет, нет, нет. По воле, по воле. Видите, мы вас уже уговорили, и эту привычку вам менять уже не надо. Скажите, во сколько начинается ваш день, и как обычно вот это пробуждение происходит? Легко? Сложно? Сложно. Я больше сова. А, то есть вы во сколько просыпаться хотели бы? Ну, в часа 8. А просыпаетесь? А в сфере деятельности у меня 7, и начинается рабочий день, поэтому... А, то есть вы уже в 5-6, уже на ногах практически, да? Да, да, да. Скажите, вот за это время, пока вы, я так понимаю, выбегаете на работу, вот вы что успеваете сделать? Ну, почистить зубы, я так понимаю, успеваете, да? Зарядку утреннюю успеваете сделать? Ну, нет. Не успеваете? Давайте откровенно говорить, да. Завтрак, это что, чашка кофе, или вы готовите блинчики? Да, чашка кофе, просто чашка кофе. Просто чашка кофе. А когда вы кушаете следующий раз в течение дня? Как придется. Как придется. Ясно. Ну, вот мы нашли ваши... Неправильно. Нашли ваши плохие привычки, да, сейчас будем с ними разбираться. Поверьте, вы не одиноки в этом. Я знаю. Да, наши дни начинаются приблизительно так же. Ну что ж, спасибо вам большое за откровенность. А теперь попробуйте выиграть сертификат в музее Дворцово-паркового ансамбля. Итак, герой какой известной русской народной сказки говорил это выражение? Не тужи, царевич, ложись-ка спать, почивать утро вечера мудренее. Царевная девушка. А вы, Анастасия, как считаете? Правильный ответ? Ну, конечно, правильный ответ, да. Ну что ж, мы вас поздравляем, вы наш победитель, сертификат, подарочный вот этот музейный сертификат достается вам. Ну и, конечно же, досмотрите до конца нашу программу, уверена, вы узнаете много интересного. Спасибо вам большое. Анастасия, ну вот посмотрите, вот откровенный ответ обычного современного человека, да. В 5-6 встал, чашку кофе выпил, о какой зарядке, в принципе, может идти речь, и, что называется, побежал. Стандартный вариант на сегодняшний день. Стандартный, да, в том-то все и дело. Вот скажите, вот я хочу, прежде чем мы проанализируем это все, вот зачитать еще несколько сообщений приблизительно из этой же оперы. Что говорится, вот наши зрители уже подключились к разговорам. Дмитрий пишет, мне хоть 10 будильников, все равно ни за что не встану. А вот у Сергея такое довольно печальное сообщение, но довольно откровенное. У меня, пишет он, только вредные привычки. Много кофе, сигареты, вся ночь в интернете, уже и сам не рад. Не помню, когда просыпался раньше 12 дня. Осознание того, что они вредные, и человек уже хочет от них избавиться. Это уже первый шаг, да. Ну хорошо. Скажите, какие утренние привычки на самом деле снижают вот нашу продуктивность, и как это, в принципе, влияет на здоровье, на самочувствие в течение дня вот хотя бы. Вот давайте, может быть, остановимся вот на нашей телезрительнице, или вот на сообщениях, которые уже пришли. Ну, можно сказать, начали мы с того, что с ранней подъема, и о том, что во сколько стоит ложиться спать, чтобы все-таки проснуться бодро. Да, в идеале, по многим социологическим исследованиям и медицинским, лучше всего ложиться вот в это время до 10 часов, чтобы с 10 до 2 часов мы спали. В это время вырабатывается очень важный для нас гормон мелатонин. Так. Он нам помогает бороться со стрессом, он помогает бороться с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть если он вырабатывается… А он вырабатывается только во сне? Он вырабатывается только во сне, только во сне, и наиболее его выработка идет с 10 до 2 часов ночи. Поэтому это время нужно поспать. Это время обязательно надо поспать. Да, да. С 10, дорогие друзья, вечера до 2 часов ночи. Если вы в это время спите, у вас вырабатывается такое чудо-мелатонин, который делает вас здоровыми и счастливыми на всю жизнь. Вот я приблизительно так это могу подытожить. Так, хорошо. Вторая привычка, которую стоит все-таки выработать в себе, это не подниматься быстро. Прозвенел будильник, либо мы проснулись. В идеале лучше просыпаться самостоятельно, без будильника, конечно. Лучше полежать, обдумать, включить все свои органы чувств, как я говорила. Можно поразминать, можно ладошками подвигать. Да, какие-то вот удары, я знаю, стучать можно. Но я обожаю делать, да, вот еще не вставать в кровать, какую-то зарядочку. Небольшую зарядку, размять свои суставы, пожалуйста. Десять минут этому уделить. После спокойно встать. Еще одна вредная привычка, которая сегодня нам мешает все-таки активно пробуждаться, это вот сборы в темноте. Да, действительно, даже не обращаем никогда на это внимания. А ведь действительно такое происходит. Я вот сейчас даже задумывалась. Есть привычка, о которых мы никогда не задумываемся, на самом деле, дорогие друзья, так? Да, это продолжение той темы, что я говорила, что лучше всего естественный свет уже включать, лучше расшторить окна и максимально допустить себе свет. И еще одной из вредных привычек идет, или наоборот полезно, то, что вам поможет приободриться, это стакан чистой воды утром. Полстакана, стакан, натощак, с утра лучше выпить. Это взбодрит желудочно-кишечный тракт, подготовит его к работе в течение дня. Ну, где-то через полчаса можно уже принимать свой первый завтрак. Ну, про завтрак поговорим дальше. Я хочу, чтобы вы нам сейчас показали слайд, такой общий слайд «Утренние полезные привычки». И вот еще пару ваших будет полезных тогда рекомендаций, как правильно начинать утро, что же должно действительно стать такой полезной привычкой по утрам. Вот покажите нам, пожалуйста. Итак, «Утренние полезные привычки», кроме того, что мы должны вставать медленно, просыпаться, скажем так, с кем-нибудь, чтобы уже было веселее, чтобы был естественный свет. Ну, мы ждем в слайд, не знаю, будет он, не будет, но хотелось бы просто подробнее остановиться на этих пунктах. Ну, пока появится слайд, в любом случае, там есть тема завтрака. Это одна из таких важных тем, и это, мне кажется, такой очень извечный вопрос, завтракать или нет. Мне кажется, на каждом углу сегодня слышим, что день надо обязательно начинать с завтрака. Но при этом начинаем вот только с чашки кофе, вот как сказала наша телезрительница сейчас по телефону. А почему нельзя пропускать завтрак, Анастасия? Вот в чем все-таки заключается опасность такого начала дня? Вот сейчас вернемся к завтраку. Итак, полезные привычки на все случаи жизни. Нет, нам, пожалуйста, слайд «Утренние привычки». Полезные привычки, это будет, ну, тоже можно почитать, да, просыпайтесь рано, будьте позитивными, занимайтесь спортом, порядок в доме, порядок в мыслях, проводите время на свежем воздухе. Ну, в общем, да, к этому мы еще вернемся. Ну, а про утренние, надеюсь, нам покажут их сейчас. Итак, почему нельзя пропускать завтрак? В чем заключается эта опасность такого начала дня? Завтрак – это та полезная привычка, от которой не стоит пренебрегать, да. Мы только что сказали, что мы слышим об этом на каждом углу, что действительно должны завтракать. Но не все, но многие этим пренебрегают. Здесь несколько причин, да. Если завтрак должен быть легким, и если мы позавтракали, то мы запускаем обмен веществ, который в течение ночи у нас спал, да. Мы запустили, и большое заблуждение в том, что если мы не позавтракали, то мы быстрее похудеем, да. Еще раз говорю, это заблуждение. Если мы завтракаем, то на переваривание пищи у нас тратится энергия. И если второй, кроме того, второй момент, если мы не позавтракали, то организм воспринимает это как стрессовую ситуацию, начинает запасаться впрок, да. И обед, и ужин он уже запасет в виде жировых отложений для того, чтобы, а вдруг, может быть, какая-то ситуация, когда они не поступят. Еще и хуже, что мы не завтракаем. То есть для тех, кто хочет похудеть, завтракать надо обязательно. А вот есть сообщение от Елены, научилась есть кашу по утрам, еще отказалась, а, еще от шоколада отказаться и научиться вовремя ложиться спать хочет наша телезрительница, да. Ну, а вот Оксана сообщает, что чашка кофе утром и после обеда моя любимая привычка. Вот, кстати, как приучить себя завтракать и какие продукты нужно есть утром? Вот кто-то действительно обходится с утра чашкой кофе. Но я, например, очень люблю завтрак, и практически он мой постоянный. Это одно яйцо пашот сваренное, да, и маленький кусочек хлебушка, но обязательно с маслом и чашечкой кофе. Ну, в принципе, вот этого достаточно, я все время думаю, может быть, этого мало для завтрака. Не хочется как-то сильно. Завтрак достаточно легкий, чтобы был легкий. Не нужно нагружать жирной, соленой, пряной пищей, чтобы не нагружать кишечный тракт. Но достаточно в первую очередь, я еще раз говорю, стакан воды, больше запустится все у нас функции желудочно-кишечного тракта. И лучше всего назавтракать белковой пищей, да. Это яйца, это творог, причем в любом свежем, в запеченном виде, в виде бутербродов. Овсяная каша, но наш идеал и наш стандарт. И фрукты, фрукты, овощи тоже. Фрукты утром, очень хорошо. Жареная картошка, тарелочка супа, жирного морщика. Лучше отказаться на утро. Лучше вообще отказаться, с ваших слов. Итак, дорогие друзья, наконец-то слайд. Полезные утренние привычки, давайте их еще раз напомним. Итак, подъем на 15 минут раньше, правильно, да? 15, я бы сказала, даже полчаса. На полчаса раньше, чтобы все делать не спеша и учесть ваши рекомендации, да, просыпаться постепенно. Стакан воды натощак. Отлично. Все верно. Зарядка. Кстати, какой должна быть утренняя зарядка? Значит, не нужно нагружать себя физическим нагрузкой. Вы же еще не проснулись когда-то? Да. Значит, лучше до зарядки немножко перекусить, чтобы все-таки какая-то энергия уходила на нашу двигательную активность. И достаточно полчаса для утренней гимнастики. Для начала, если только начинаете, то достаточно 10 минут. Здесь основные советы и для мужчины, и женщины одинаковые. Лучше всего начинать сверху, размять суставы, шеи, головы и постепенно опускаться вниз к тазобедренным коленным суставам рука. Ну вот, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваш день начинался правильно и бодро, вот учтите вот эти вот нехитрые рекомендации на самом деле. Еще желательно контрастный душ, ну и правильный завтрак, вот о чем мы сейчас и говорим. Ну что ж, пока вы записываете, у нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся с телезрителями. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся, как вас зовут? Меня зовут Здислав. Здислав такое есть имя. Все, да, поняла, очень приятно. Она на всю Городскую область. Мы слушаем вас внимательно, говорите, пожалуйста, у вас вопрос, наверное, к врачу есть? Нет, у меня самая лучшая привычка, это кушать молочко козье, два стакана молочка и пол батона, и до обеда уже потом не надо кушать. Так это вы такожи? Все выгодно питание, козье молочко. А сколько вам лет, скажите, пожалуйста? Мне 69. О, и скажите, самочувствие, здоровье как? Самочувствие отличное, надо питаться козьим молочком. Значит, вы употребляете два стакана козьего молока с батончиком. И тут постоянно съедаю. До обеда. А ужин... До обеда уже есть не хочу. А ужин вы делаете, устраиваетесь себе? И что обычно это на ужин? Какие продукты? Ужин какой? Да, какой? Ужин, яичница, пять яиц, стакан самогонки. Это прям... И отличная закуска. Яичница, хохляшка. Слушайте, ну вы даете... Десять, шашка в школу, хлеба. Ну спасибо, вы нас повеселили. И на самом деле, вот я вот хочу сейчас действительно у врача-волеолога уточнить, насколько вот такой рацион питания подходит современному человеку, особенно в 69 лет. Спасибо вам огромное за этот телефонный звонок и за такую откровенность, я бы сказала, особенно про ужин. Ну что интересно, вы заметили у нашего телезрителя, у него такой масштаб. Если это козье молоко, то два стакана, да? Если это яичница, то пять яиц должно быть. Пол батона. Пол батона или батон, да? Ну, кстати, я заметила, что в рационе нет, по крайней мере, вот не услышала мяса. Да. Оба щейфор. Как должен питаться, кстати, вот человек в 69 лет? И самое, что интересно, мы потом вернемся, конечно же, обязательно поговорим об этом, о пищевых привычках. Но мне просто вот хотелось бы прокомментировать именно этот телефонный звонок. Два стакана козьего молока с батончиком до обеда. Вот как вам, ну скажем, это завтрак практически, да? Ну, если по отношению к молоку, то положительно, как молочная продукция. А немного это? К источникам для белка нет, немного, достаточно. Что касается хлебобулочных изделий, то лучше, конечно, предпочтение отдавать цельнозерновым сортам. Вы знаете, в одной из передач о путешествиях и кулинарах я услышала такой совет, где-то в Германии, по-моему, вот не хочу просто обманывать сейчас, есть заведение, где делают такие баварские колбаски, что-то типа этого, чисто мясные. И по традиции уже много лет, более ста лет, их продают местным жителям только до обеда. Да, потому что это блюдо, оно очень насыщенное, считается слишком много в нем белка животного. И вот как вам такая традиция, кстати? Ну, это в целом... То есть есть мясо до обеда? В целом, подходит всем рекомендациям, всем советам. Вообще, в целом, самый основной колораж пищи суточного рациона должен приходить на первую половину дня. Ну, в принципе, да. Вот мы зарядились, да, а потом уже, что называется, по накатной побежали. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире. Телефон в студии 34-22-43. У нас есть вайбер для ваших сообщений. Какие у вас есть привычки? Хорошие, плохие? Делитесь с нами. И, может быть, есть привычки, от которых вы не можете никак избавиться. А, может быть, какие-то хотите приобрести. В общем, ждем ваших историй. И спасибо тем, кто уже подключился к разговору. Руслан очень откровенно пишет, что лень – моя главная привычка. Руслан, вы не одни. Поверьте, лень – это, наверное, привычка каждого современного человека. И вот, вы знаете, у меня супруг, и когда я наберу пару лишних килограмм, он говорит, «О, есть чем заняться». Приблизительно так же, можно сказать, и про лень, и про нас сегодняшних. Вот, есть чем заняться, то есть с ней бороться можно. А вот как-то уж другой, конечно, вопрос. Надеюсь, вы найдете ответы на него сегодня в нашей программе. Дарья пишет про социальные сети. «Самая жуткая моя привычка. Столько времени зря трачу, а без соцсетей как-то неинтересно уже». Ну, вот, скажем так, может быть, личный какой-то вот комментарий по поводу этих сообщений у вас? Ну да, киберзависимость, в том числе от социальных сетей, когда мы утром просыпаемся, в первую очередь… Сразу берем телефон, и начинаем почитать, что-то искать. При этом не самое доброжелательное ищем, да, и когда это формирует наше настроение на целый день, и негативное настроение на целый день, то, конечно, нельзя эту привычку отнести к полезным. Конечно, с ней нужно бороться и формировать свой день, максимально отказываясь от такой привычки. Конечно, лучше всего это два-три раза в день, когда мы сможем почитать новости, пролистать ленту и забыть о ней. Ну, вы знаете, я даже как-то себя, наверное, словила на мысли, что я в 7 часов утра ищу в мобильном телефоне. Почему я именно так начала этот день? Ну, что я хочу там найти? Какие новости? Узнать, кто как… Кто-то выспался или не выспался, какой сон он увидел? Так такой информации мы там, в принципе, не получим, да. Поэтому, действительно, это, наверное, очень зря, тем более начинать так день. Наверное, лучше это делать чуть попозже, когда уже расслабленно пьешь кофе или хотя бы, да, уже на работе. Ну что ж, дорогие друзья, какие у вас привычки? Звоните в студию, пишите в Вайбере, а мы далее расскажем, как бороться с курением и бессонницей. Итак, продолжаем наш разговор. Напомню, у нас сегодня в гостях врач-валиолог, это Анастасия Демьянцева. Говорим сегодня о привычках самых разных. И хотелось бы вот так немножко отойти в сторону. Здоровое, нездоровое поведение. Здоровые, нездоровые привычки. Вот что вкладывают вообще в эти понятия сегодня врачи-валиологи? Ну, что касается здорового поведения, это поведение или действие человека, который считает себя здоровым, и его действия не ведут к ухудшению здоровья, да, и наоборот. Который себе не вредит сам, и окружающим. Да, и ведет здоровый образ жизни. Это в целом и поддерживает здоровые привычки. Ну, чего нельзя сказать о такой привычке, как курение, например, да. Вот по статистике, кстати, почти треть белорусов курят и пересаливают еду. Казалось бы, какая-то мелочь. При этом только 12% взрослого населения нашей страны не употребляет алкоголь. Каждый второй белорус у нас страдает, дорогие друзья, от избыточной массы тела. Вот такие слабости. Вот давайте на них остановимся. Расскажите, чем они опасны. Да, пугающая статистика. В целом, по результатам масштабного салагического исследования, у нас показало, что 40% вообще всего населения Беларуси, имеют три из пяти основных факторов риска, да, то, что мы сказали. Это гиподинамия, артериальная гипертензия, курение, употребление повышенного количества соли и тому подобное. Что действительно настораживает, и нужно принимать меры для снижения этой статистики. Ну вот Беларусь, в Беларуси курит, опять же, возвращаясь к статистике, в Беларуси курит каждый четвертый человек старше 16 лет. И если верить статистике, чаще всего жители нашей страны курят в возрасте 30-39 лет. Таких 35% опрошенных, ну, по крайней мере, вот в прошлогоднем сборнике Белстата. Больше всего курильщиков, дорогие друзья, в нашей Гомельской области 27,4%, а меньше всего в Брестской области 19,7%. И вы не поверите, но если вот взять жителей деревень и жителей города, то чаще курят как раз-таки жители деревни. Мне казалось, наоборот, но вот статистика вещь такая упрямая. И на начало прошлого года курящих на селе у нас было 26,8%, а в городе 22,7%. Кстати, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, из 300 смертей, которые регистрируют в Беларуси ежедневно, вы только вдумайтесь в эти цифры, 14% возникает именно в результате употребления табака. Так, может быть, да, действительно стоит бросать курить. Анастасия, вот как современная медицина борется с этой никотиновой зависимостью? И вообще существует ли, может быть, появился уже, а мы не знаем, какой-то универсальный способ, как вот так вот хоп и бросить курить? Нет, золотой таблетки на сегодняшний день, к сожалению, нет. Невозможно ответить однозначно, что да, конечно, вот есть однозначный метод, который работает в 100% случаев. Кто-то борется с зависимостью в течение нескольких недель, а кому-то нужны для этого целые годы. И кто-то решает вопрос самостоятельно, а кто-то обращается к специалистам. В целом методы здесь разные, и медикаментозные, и немедикаментозные. Поведенческие методы, заместительная терапия, когда там пластыри используются, таблетки. Да, в целом комплекс здесь играет важную роль. И если не получается самостоятельно отработать, то можете обратиться к специалистам, к наркологу. Он выработает план действий для того, чтобы вам помочь. Ну, в любом случае, да, для начала должно появиться это желание, да, бросить курить. Есть вот два интересных вопроса, конкретных вопроса вот для вас. Юлия спрашивает, у моей соседки, пенсионерки, есть привычка каждый час мерить давление? Мне кажется, это ненормально. А что скажет врач-малеолог? Ну, в целом нужно оценить, конечно, ситуацию. Если есть склонность к артериальной гипертензии, и есть какие-то поводы самочувствия, ухудшения самочувствия, то, конечно, стоит измерить давление и понимать, стоит ли нужно принимать какие-то медикаменты. Но в целом, какие рекомендации идут при артериальной гипертензии, если у вас установлен такой диагноз, и вы принимаете медикаментозную терапию, то два раза в день, утром и вечером, этого будет достаточно. Спасибо. И еще Ирина Матвеевна из Гомеля спрашивает, вот муж на пенсии стал плохо спать, пишет телезрительница. Не спит по несколько суток. Снотворное принимать отказывается. Подскажите, что можно сделать без лекарств? Можно ли помочь такой ситуации? Что вы подскажете? Ну, конечно, нужно выяснить причины, да, почему такая бессонница. Но второй момент – выработать привычку правильно ложиться спать и просыпаться. Да, я сказала, когда лучше всего ложиться спать, в любом случае отказываться от каких-то гаджетов, создать уютную атмосферу, тишину, желательно прохладный воздух, да, 15-16 градусов, идеально для засыпания, и с приятными эмоциями ложиться спать. Ну что ж, давайте более подробные советы о том, каким должен быть сон и как избавиться от бессонницы. Вот если, кстати, дорогие друзья, у вас есть такие проблемы, вот тогда следующие советы для вас. Вот сейчас у нас на связи невролог, врач-невролог, это ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского государственного медицинского университета Андрей Савостин. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады вас видеть и слышать в прямом эфире. Андрей, мы сегодня говорим о привычках самых разных. Ну, если так вот, на вскидку, у вас есть какая-нибудь одна хорошая, одна плохая привычка, с которой вы, может быть, боретесь? У меня есть очень плохая привычка, с которой я борюсь. Это когда засыпаешь, смотришь телефон, проверяешь почту. То есть вы как все. К сожалению, от этого сложно отказаться. Даже вы, врач-невролог, зная все это, не можете от этого отказаться. Ну, ничего себе. Хорошо, давайте серьезно поговорим, как наши привычки влияют на наш сон. Потому что вот зрители задают уже вопросы про бессонницу. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, к сожалению, тот же самый гаджет негативно влияет на наш сон. Потому что если мерцание экрана, долго смотреть вечером перед сном, у нас устают глаза, у нас не может расслабиться наш мозг. При этом есть люди, кто любят в конце вечера принимать небольшие дозы алкоголя. Так. Это тоже плохо? Это тоже негативно сказывается на нервной системе, да и вообще в целом на организме. Так. И ввиду длительного рабочего дня у нас у всех есть одна большая 喝ongá. Это пагубная pizza – всю норму еды за целый день. А, то есть мы вечером приходим домой, слушайте, вот переедание, алкоголь и те, ужасные социальные сессии, да? Вот, хорошо. Какие тогда будут ваши рекомендации, скажем так, вот главное правило здорового сна? Значит, перед отходом ко сну Ну, дайте мозгу отдохнуть. Как? Уберите гаджеты. Так. Старайтесь не нервничать, не ругаться, не заниматься какой-то физической активностью. Желательно проветрите комнату. Температура в среднем, ну, от 18 до 20 градусов. Завесьте шторы. Завесьте все. Выключите все отвлекающие приборы. Старайтесь не наедаться перед сном. Это мы уже заметили. А вот я, например, очень люблю читать перед сном. Вы знаете, мне кажется, это мое снотворное. Я прям так, хоп, две страницы, и утром не помню, что читала. Но заснула, выспалась. Нормально это или нет? На самом деле, много сомнологов рекомендуют создавать некие ритуалы. Так. Когда вы отходите ко сну. И чтение может быть одним из тех самых ритуалов. Ну, то есть и в моем случае, насколько я это понимаю, я читаю, но, по-моему, не понимаю, о чем. Для меня это, наверное, ритуал, который действительно помогает просто заснуть. Да? Да, то есть такая монотонная работа, и при этом у книги нет мерцания экрана, и ваш мозг отдыхает. Андрей, ну вы же согласитесь, что сегодня у современного человека очень много самых разных вопросов и проблем. И когда мы собираемся спать, мы должны их все в своей голове переработать. В результате мы не высыпаемся, в результате вскакиваем, в 5-6 побежали. Смысл? Вот это вот хроническое недосыпание, чем оно опасно? Ой, ну хроническое недосыпание сказывается пагубно вообще на всем организме. При нарушении сна нарушается память, страдает внимание, страдает мышление. Соответственно, если мы не выспались, отчасти даже и опасно садиться за руль и переходить дорогу. Может начинать развиваться артериальная гипертензия, нарушается углеводный обмен, может быть ожирение, и все это впоследствии переводит к сопутствующим заболеваниям, и страдает в целом сердечно-сосудистая система. А скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы бороться с бессонницей, важно ли на каком боку ты спишь? Может быть, стоит просто перевернуться с левого на правый? Вообще важно, какой бок? Потому что я слышала разные мнения. На самом деле, на каком конкретно боку спать, нету разницы. Можно спать на спине и на любом боку. Но если взять здорового человека, то есть если это человек больной, у которого, например, там или пневмония, или возможные забросы пищи из желудка в пищевод, тогда лучше приподнимать конец кровати. Если человек храпит часто, у него есть синдром сонных апноэ, тогда на спине, конечно, лучше не спать. Но на любом боку, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что если нарушаются какие-то такие уже беспокоящиеся, серьезные такие нарушения сна, то надо, наверное, обращаться к какому-то специалисту? Или что делать? Вот что вы подскажете? Ну, если эти нарушения сна появились буквально недавно, есть смысл попробовать просто воспользоваться советами хорошего сна, попытаться выстроить режим сновидений, постараться перед сном отдохнуть. То есть создать прекрасную атмосферу для сна. Если вы, например, не можете заснуть, вот лежите в кровати, крутитесь, встаньте, походите, поделайте что-то, почитайте. Зайдите к соседу, да. Да, вспомните, что у вас скучает дело, нужно заниматься уборкой. Я думаю, сразу захочется вам спать. Спасибо. Ну, а если эти советы не помогают, тогда, к сожалению, уже нужно обращаться к врачу, к врачу-неврологу, к врачу-сомнологу, чтобы разобрались в причине и помогли или медикаментозной терапии, или просто такой до психокоррекции. Андрей, спасибо вам огромное. Хороших вам снов, как говорится. Дорогие друзья, врач-невролог Андрей Савойстин только что давал нам полезные советы о том, как бороться с бессонницей, о том, как хорошо спать и видеть хорошее сновидение. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, это прямой эфир, телефон в студии 34-22-43. Ну, а для ваших сообщений, дорогие друзья, есть Viber. Сегодня мы, как обычно, по вторникам говорим о нашем здоровье и своими полезными советами делится врач-валиолог Анастасия Демьянцева у нас в гостях. И вот хочу, Анастасия, зачитать сообщение от Ксении. Я сладкое ем по привычке, даже если не хочу. Вот так вот мы подходим аккуратно к пищевым привычкам. Как можно не хотеть сладкого, Ксения? Вот не могу сдержаться. Это уже не привычка, это просто какая-то у нас зависимость, у нас, особенно у женщин. Кстати, вот если верить статистике, то к 2025 году 40% мужчин и 50% женщин будут иметь избыточную массу тела. Эксперты Всемирной организации здравоохранения определили вообще лишний вес как пандемию 21 века. Итак, пищевые привычки. Давайте поговорим об этом. Интересно ваше мнение, почему все-таки так актуально? Это проблема лишнего веса сегодня? Мы много так едим или так мало двигаемся? Или может быть еще что-то? Как вы считаете? Да, действительно, это не секрет, что есть четкая взаимосвязь между нашим рационным питанием и нашей физической формой. И на сегодняшний день именно неправильное нерациональное питание ВОСА определила как одним из самых основных факторов риска неинфекционных заболеваний. И даже инфекционных, да, неинфекционных, это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, артериальные гипертензии и другие. И в том числе инфекционные, да, мы говорили про коронавирусную инфекцию, когда избыточная масса тела является фактором риска для тяжелого развития заболевания. Но в целом хочу сказать, что к чему ведет, да, избыток массы тела, это к заболеваниям сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательной системы, когда страдают суставы, артериты, артрозы, заболевания печени, почек, заболевания мочеполовой системы, когда почки страдают. Ну и при этом, наверное, страдают и нервные системы, потому что мы постоянно начинаем быть недовольны, нам все тяжело, мы недовольны самим собой, жизнью, окружающими. Головные боли появляются. Головные боли, да. Хорошо, точнее, ничего хорошего, конечно же, но в каких случаях человек начинает зависеть от еды? Вот что чаще всего провоцирует это? Ну, психологическая зависимость от еды, это то состояние, когда человек начинает кушать не от голода, а просто чтобы успокоиться, да, чтобы стресс, или наоборот от скуки, да, от скуки, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Ну, какая-то привычка такая, ты должен прийти и обязательно поесть домой вечером, да, и часто задаешь сам себе вопрос, ну, ты же не хочешь есть, зачем ты вечером приходишь и ешь, особенно, когда ты видишь, что уже 18-20, чтобы успеть до 19.00. Вот, казалось бы, привычка, да, вот не хочется. То есть есть надо только тогда, когда хочешь, я правильно вас понимаю? Да, только когда хочешь, но опять же здесь есть несколько факторов, да, потому что иногда есть состояние, когда вроде бы хочется кушать, а у тебя обезвоживание организма, тебе достаточно просто потребить стакан воды или два стакана воды, и даже жажда уже будет уменьшена, либо заменить каким-то перекусом, достаточно будет яблоко или стакана кефира. А может ли быть аппетит показателем здоровья? Вот если, скажем так, хороший аппетит, вот человек хорошо ест, значит, он здоров. Или если постоянно отсутствует аппетит, ты не хочешь кушать, что какие-то уже проблемы? Или ты просто на диете? Аппетит – это такой условный рефлекс на внешние раздражители, да, и бывает он и повышенный, и пониженный аппетит, но интересен факт в том, что наш организм устроен так, что он воспринимает только нижний порог этого рефлекса. То есть это тот случай, когда мы съедаем сейчас гораздо больше, чем нам положено, чем нам наш организм требует. В этом случае известна фраза, что вставать со стола лучше, из-за стола лучше немного голодным. Но пониженный аппетит когда у нас бывает? Когда мы больны, когда повышенная температура, когда есть какие-то раздражения, либо истощение физическое, да, тогда в таких случаях лучше обращать внимание на диетическое питание. И очень важен сам подача, подача пищи, в том числе сервировка стола в том числе. Вот такой совет, да? Вот не ожидала. Услышите его от врача-волеолога, кстати говоря. Ну что ж, сервируем красиво, да, на больших тарелках, но с маленькими помидорками, что называется. Вот, кстати, затронули мы больную тему наших зрителей. Сколько уже эфиров мы про это говорим, и действительно приходят вопросы приблизительно из одной и той же области. Вот Анна спрашивает, так как же избавиться от привычки переедать? Вот Анна, наверное, сейчас смотрит нашу программу с булочками, с пирожками, с чаем, с лимончиком, да, не может остановиться, очень увлекательно. Ну и вот как раз-таки такая тема. Вот как? Как избавиться от этой привычки переедать? Кроме того, чтобы встать и сказать себе, я буду вставать из-за стола голодным, поверьте, это не у всех получается, да, что же делать? Ну, люди с избыточной массой тела, они всегда чувствуют себя, особенно в первой степени ожирения, они всегда чувствуют себя плохо. При этом не обращаются за медицинской помощью, и ситуация ухудшается, они начинают дальше полнеть, и только... Такой снежный ком получается. Да, 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 только добавляются эти проблемы. Ну, что нужно, чтобы не переедать, да, это первое, мы бы сказали. Так. Второе, употребление воды, да. То есть до еды? Водный баланс, да. Соблюдаем за час, за полчаса снова стакан воды, он поможет снять резкий голод, да, и поможет нас получение... Такой желудок получает наполненность, и голод понижается. Опять же, рацион, во-первых, то, что мы сказали, калорийность, основная калорийность на первую половину дня, и вечерний рацион свой тоже формируем. То есть мы ежедневно должны уже с утра знать, что мы будем кушать с утра, в обед и вечером, чтобы это сбалансировать. То есть таким образом мы избегаем перекусов, да, вот каких-то незапланированных, да, я правильно вас понимаю, которые сегодня все чуть ли не врагом считают, да, нашего рациона? Чтобы не переедать, нам нужно сформировать свой режим дня так, чтобы у нас получалось не менее 5-6 раз в день получалось покушать, да. Пусть это будут и перекусы, да, в виде там того же яблока или фруктового сока, но не было чувства голода большого, то есть каждые 2-3 часа мы немного могли перекусить. Ну это такой хороший совет для того, чтобы сформировать какую-то такую вот важную пищевую привычку, да, как не переедать. Вот есть вопрос еще от нашей телезрительницы, от Ольги, поверьте, он такой неудивительный вопрос, как похудеть и какие правильные способы для этого все-таки существуют. Сегодня спрашивает Ольга, я с ней полностью согласна, потому что в интернете мы начитаться можем столько диет, столько рецептов, как похудеть, и в принципе примеры даже какие-то приводят. А что вы скажете, как правильно худеть? Ну, советов здесь много, да, здесь нужно оценивать индивидуальную предрасположенность, какие есть сопутствующие заболевания, да, поэтому... Анастасия, допустим, все прекрасно, все, допустим, спокойно и хорошо, и вот решила я завтра сесть на диету. С чего я должна начать вот сегодня? Мне стоит что-то делать? Ну, во-первых, не нужно говорить себе о том, что я сажусь на диету. То есть нет, не нам такого не так как-то же. Нет, потому что начинаются психологические, могут быть психологические срывы, которые себя начинаешь бороться и начинаешь наказывать себя этим. Поэтому лучше к этому не приводить. Да, значит, со специалистами, желательно со специалистами, с диетологом, с эндокринологом сформировать свой рацион, где будут выдержаны все законы рационального питания, в том числе первый, это закон энергетической сбалансированности. Консированности, да, то есть мы должны потребить калории меньше, больше, меньше, чем мы их... Потребляем. Теряем. Теряем, да, тратим. Теряем, получается. То есть одно из главных правил, то есть надо покушать, отжался, поел, отжался, вот что-то типа этого, да? Что-то типа этого. Что-то типа этого. Либо мы уменьшаем свою калорийность питания, либо мы увеличиваем их траты в виде физической активности. Кстати, про физическую активность хотелось бы тоже очень поговорить, но давайте после телефонного звонка. Дело в том, что у нас на связи пенсионерка Ирина Богомаса, она хочет дать свои советы, как формировать здоровые привычки на пенсию. Давайте узнаем эти подробности по телефону. Ирина Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада слышать вас в прямом эфире. Расскажите нам, пожалуйста, вот как изменились ваши привычки после выхода на пенсию? Да вообще-то у меня такие привычки, которые я изменять не хочу. Ни с возрастом, ни с изменением статуса, а уж нынешний статус и вообще требует к себе еще больше внимания. Привычка, которой я горжусь по праву, это ежедневная 30 минут зарядка на улице в любую погоду, при любом времени года. А дальше уже в квартире два ведра ледяной воды. И жизнь представляется абсолютно в других красках. Это уже так вошло в привычку, что где бы я ни находилась, не исполнить этот утренний ритуал просто не могу. Это неполноценный день. И все 22 года, как начала этим заниматься, ну признаюсь вам, меня входят стороной сезонной простудой. Вот надеюсь, что и нынешний грозный COVID-19 не решится на меня напасть. Слушайте, ну вообще здорово. Итак, у вас обязательно 30-минутная зарядка и два ведра холодной воды. Да, у меня своя система, это не Иванова, это просто я, да, выливаю два ведра воды, мне очень хорошо от этого. Ну, я так понимаю, что если так активно и так интересно, да, очень увлекательно начинается ваше утро, то в течение дня вы тоже не сидите, носочки не вяжете? То есть ведете активный образ жизни? Расскажите. Достаточно активный. Мне кажется, что если бы в сутки вмещали 25 часов, то мне этого было бы мало. К счастью, будучи в статусе пенсионера уже 10 лет, я только 10 месяцев не работаю по основной работе. Зато имею возможность заниматься не менее любимым делом. Много читаю. Я, кстати, участвую в художественной самодеятельности. В нашем городе, к большой радости многих пенсионеров, при городском центре культуры есть клуб «Прометей». Ну как же знаю, нет. Проводник ансамбля «Народные казачьи песни заставницы», а также театром музыкальных пародий «Антистресс». За что отдельное спасибо бессменному руководителю Еловой Лидии Степановне. Кстати, у нее сегодня день рождения. Как? Можно, пользуясь случаем, поздравить от всех участников, всех коллективов городского центра культуры и клуба «Прометей» с днем рождения пожелать ей здоровья и очень долгих творческих лет жизни. Ой, мы присоединяемся. Да, присоединяемся тоже. Хотим поздравить Лидию Степановну. Поставила так, что вот даже сейчас, во время пандемии, не имея возможности ходить на репетиции, мы занимаемся онлайн. И, кстати, как результат, два месяца последних мы получили четыре диплома первой степени. Даже поучаствовали в международном конкурсе. Вот, с Россией нам прислали диплом первой степени. Ну, мы вас поздравляем. Надеюсь, мы заняться на досуге. Слушайте, ну, я вижу, что ваш день, ваша жизнь очень насыщена. Во-первых, мы поздравляем руководителя «Прометей» Лидию Степановну с днем рождения. Да, только всех благ, только всего наилучшего. Ну, и, конечно же, с победами «Прометей» поздравляем. Но что меня удивляет, вот, Анастасия, да, вот какие у нас пенсионеры. И я вот не могу не спросить, вот в любом случае какой-то момент лень это присутствует в каждом из нас, хоть иногда. Вот что вы посоветуете, как побороть лень и привычку, вот эту вот жидкую привычку, откладывать все на потом. Потом я начну здоровый образ жизни, потом я поменяю свои вредные привычки, потом я буду закаливаться. Вот что вы посоветуете таким людям? Вы знаете, нет никакого потом. Есть вы и есть сегодняшний день. Жизнь так быстротечна, что проживать ее нужно и хочется, смакуя по глоточку, по капельке, каждый день растягиваю удовольствие. Здесь и сейчас и сегодня. Ведь завтра будет уже другой день, другие события, другие встречи, люди, радости, огорчения. И не важно, солнечный этот день был или пасмурный, он ваш день. И знайте, что если что-то не удается сейчас, значит не пришло еще время. Я прочитала одного восточного мудреца и взяла себе за правило, если перед вами закрылась одна дверь, обязательно откроются три других. И самое главное, не пройти мимо одной из этих дверей. Вы обязательно найдете там для себя то, что вам покажется интересным и то, что еще в вашей жизни сыграет какую-то роль. Спасибо вам большое, Елена Алексеевна. Но я все равно не могу вас не спросить, какая-нибудь одна привычка, с которой вы вот много лет боретесь и вот наконец-то, может быть, побеждаете или никак не удается. Наверняка есть и у вас. Я, может быть, неправильно немножко тратую слово плохая привычка. Наверное, у меня это было то ли это свойство характера, то ли действительно привычка развивалась она с самого детства. Так что это... И я осознала уже во взрослой жизни, что это не всегда правильно и не всегда хорошо. Стала искоренять себе привычку оставлять последнее слово за собой. Ну, кажется, у меня это получается. Хоть и по сей день контролирую себя в курах и дискуссиях. Ну, а мелких таких нехороших привычек, конечно, у каждого человека где-то не то съел. Так, все-таки есть. Что-то не туда положил, в общем-то, да. Ирина Алексеевна, вот я, знаете, что обратила внимание, что вы удивительная женщина, а самое главное, да, Анастасия? Человек работает над собой каждый день, каждый час. И мне кажется, ему это нравится, что самое важное. Спасибо вам. Мы вам желаем здоровья, вот такого же оптимизма. И я уверена, что однажды вы посетите нашу программу и вот на таком же желтом диване расскажете нам много своих таких полезных историй. Спасибо, Ирина Алексеевна, спасибо вам большое. Ну вот, как вам, как вам наш пенсионер? Очень приятно, очень приятно послушать. И очень важно этот эмоциональный фон, да, в том числе и по отношению к привычкам. А это все утро, задалось утро у человека, да, два ведра холодной воды 30 минут. Да, это вот один телезритель говорил, два стакана козьего молока с батоном позволяет ему вот так чувствовать себя в 69. А вот посмотрите, что делает, да, вот такое вот закаливание. Просто бодрость не только на день, на всю жизнь. Ну и в любом случае это отсутствие вредных привычек, я так понимаю, вот таких общепринятых. А вот по вашим наблюдениям, Анастасия, в каком возрасте человек все-таки более разумно начинает, ну, относится к своему здоровью? В 20, 30, 40, ну про детство-то я не говорю, там все понятно. Ну, конечно, отношение к здоровью, оно динамичное отношение, оно меняется в процессе нашей жизнедеятельности. И хочется сказать, что действительно люди в возрасте, особенно старшего возраста, более аккуратно и более щепетильно относятся к своему здоровью. Они слушают все и воспринимают все именно со стороны, через призму, как это скажется на моем здоровье. С другой стороны, молодежь, да, они тоже, они тоже, в принципе, хорошо относятся к здоровью. Сегодня это культ стал уже здоровый образ жизни. Да, да, они действительно воспринимают пользу, да, здорового образа жизни. Но они относятся к этому более, я бы сказала, что как будто к себе не относящиеся, да, как будто что-то постороннее. И очень много внимания уделяет именно физической составляющей стороне. Я, вы знаете, испугалась сейчас, вот какие-то телезрители, многие сейчас вот услышали историю, да, вот нашей Ирины Алексеевны. И вот пойдут и завтра начнут утро с двух ведер холодной воды. То есть закаливание, да еще если в пенсионном возрасте, это чудесная вещь, да? Ну, к этому, насколько даже я понимаю, надо идти медленно и аккуратно. Конечно, к этому подготовиться надо. Сама процедура закаливания, конечно, очень положительна. То есть такую привычку можно в любое время начать и в принципе... Ее нужно выработать, но есть определенные принципы. Это касается и постепенности, и времени, да, лучше всего уже не в зимний период сейчас, а лучше летом начинать. Конечно, нужно знать свой функциональный фон, да. И давление, наверное, да. Конечно, конечно, все это постепенность, да, не два ведра. Пусть это будет сначала закаливание воздухом просто, закаливание ног, и постепенно уже приходим к полному обливанию. Конечно, есть определенное правило для того, чтобы закаливаться и получать от этого максимум пользы. Спасибо большое. Дорогие друзья, каждый из нас хоть раз в жизни мечтал начать свою новую жизнь с понедельника, да, это бросить курить, сесть на диету, там, пойти в спортзал, но далеко не каждый доводит это, скажем так, благородное дело до победного конца. Ну вот как же изменить свои привычки? Вот что советуют психологи? Расскажет прямо сейчас руководитель благотворительного проекта «Психологическая школа Пилигрим» Людмила Тутынина у нас на связи. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Всем гостям привет. Спасибо, очень рада слышать тебя в нашей студии. Люда, ну вот расскажи нам, вот порой так бывает сложно что-то изменить в жизни, вот какие-то свои привычки, вот почему так происходит? Вот скажи, как все происходит. Ну, можно изменить легко только то, что находится у тебя, что называется, под носами в твоих руках. А привычки, они настолько становятся нам привычными, что они уже находятся в нашей бессознательной сфере, мы их просто не контролируем. Они стали частью нашей жизни. Ну, например, когда мы пьем кофе утром, мы что, анализируем этот процесс? Нет. Или чистим зубы на ночь? Мы тоже это не делаем, правильно? Или привычки в питании. Почему мы едим борщ в обед? Да привычка такая. Или почему мы едем отдыхать в одно и то же самое место? Это привычка. И очень важно понять, что привычки-то бывают, ну, мягко говоря, почему привычка становится привычкой? Потому что мы очень долгое время ее практиковали. И практика, мягко говоря, постоянного повторения привела к тому, что это стало частью нашей жизни. Но мы же знаем, что привычки есть. Вот вы сегодня говорили и вредные привычки, и хорошие привычки. Вот по поводу вредных привычек очень часто люди как говорят? Все, объявляю войну, да, вредная привычка. Да, да, начинаю с завтрашнего дня. Да, с завтрашнего дня, с понедельника снова года, например, там, не есть сладкое, там, не наедаться на ночь, там, не курить. Да, 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 да. Так вот, скорее всего, когда мы объявляем себе войну, то это будет наш промах, это, скорее всего, обречено на неудачу, на неуспех. Почему? Потому что мы объявляем какой-то нашей уже устоявшейся части нашей жизни войну. Лучше всего, вот здесь внимание, что называется, лучше всего сформировать какую-то альтернативную привычку, вернее, альтернативное поведение, практиковать его и потом безболезненно перейти на него. Ну, например, я люблю поесть, пожалуйста, ешь, но давай вот твои буки заменим, например, там, на что? На фрукты, на овощи. Ну, вот как-то вот так вот. Еще один момент, то есть, смотри, Наталья, что мы делаем? Мы формируем альтернативное поведение и переходим на него. Очень важно, когда мы обращаем внимание на какие-то привычки, которые, ну, скажем так, хотелось бы поменять. Чтобы мы не говорили себе примерно такие фразы, что я всегда буду контролировать себя, я никогда этого не сделаю, потому что это тяжело человеку. Лучше взять методику, которая помогает продержаться всего один день, то есть вы держитесь один день, потом еще один день, потом еще один день, нарабатывайте маленькими шагами новые привычки, ну, вот как-то так. Ну, ты знаешь, что я такую методику уже твою пробовала однажды. Один день, да, я могу, а два не получается, что же мне делать дальше? Наташа, очень важно не делать, понимаешь, мы на что обращаем внимание? Что я что-то не буду делать. А здесь мы говорим о том, что одновременно мы нарабатываем какое-то новое поведение. Ну, например, вот английский, как люди учат? Методом погружения, как погрузились на один день и забыли. А если каждый день по 15 минут, то получается привычка, да, почти. То получается, это входит уже в привычное поведение, и организм не отторгается за эту систему. Ну, Людмила, в любом случае, вот мы сейчас слушаем с Анастасией, слушают наши зрители, и, конечно же, мы приходим к такому мнению, что приходится потерпеть. Когда что-то хочешь изменить, надо взять вот так вот силу в кулак, силу воли и все-таки потерпеть. Так вот сколько времени потребуется для того, чтобы вот изменить какие-то свои привычки? Наташа, до тех пор, пока это не станет привычным, и ты на это уже не будешь обращать внимания. Если ты над этим размышляешь, а смысленно это делаешь, да, то это еще не есть привычка. Если ты над этим уже не размышляешь, а просто делаешь такое просто, вот это лакмусовая бумажка. Спасибо. Ну и что еще хочу сказать, вот в сегодняшнем дне, когда, ну вот, у нас там и карантин объявляют и так далее, очень хорошая привычка пребывать в равновесии и в позитивном мышлении. Вот такая вот привычка. Спасибо, Людмила. Я знаю, что у тебя работает сейчас школа Пилигрим. Буквально одно слово. Когда ближайшее занятие, часто ли подобная тема обсуждается? Ну, мы каждый раз на занятия обсуждаем подобные темы. Кстати, завтра в 6 часов в научно-технической библиотеке будет занятие, как малыми шагами прийти к большой цели. Что-то подобное, вот что мы сейчас с тобой обсуждали. То есть могут приходить все желающие? Во сколько? Все желающие к 6 часов. Это абсолютно бесплатно, это волонтерский проект, так что людей просвещаем понемногу. Спасибо. Хорошего вечера и удачи Пилигриму. Ну, дорогие друзья, время практически закончилось в нашей программе. Вот Дмитрий, не могу не прочитать, прислал нам сообщение, что его жена очень любит пить молоко ночью, может выпить целый литр. У Инны привычка спать в субботу после обеда. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за ваши вот эти сообщения, за ваши откровения. Татьяна ложится спать и встает в одно и то же время, занимается спортом, не курит, а главное любит себя. Приблизительно то, о чем говорил психолог. И Ольга пишет, менять привычки полезно, независимо от того, удастся вам это или нет. Ольга, ну вот спасибо, очень так вот прям точно все-все подытожили. Ну, дорогие друзья, у нас есть еще один слайд, буквально коротко и быстренько запоминаем. Как же вывести вот идеальную формулу, покажите нам, пожалуйста, здорового поведения, здоровых привычек на каждый день. Мы ее пытались показать уже в начале программы, которая подойдет всем нам. Так, ну что ж, слайд нам показать не могут, но, Анастасия, давайте мы повторим их. Значит, ранний подъем, зарядка, душ, стакан воды. Это с утра. Да. Позитивное мышление. Завтрак, позитивное мышление и только лучшие эмоции. В целом, побороть себя, лень, страх, и вы сами не заметите, как жизнь станет другой, и вы станете счастливее. Ну, и не начинайте диету, и никакие привычки не меняйте с завтрашнего дня. Делайте это просто. Я попробую, вот попробую, у меня обязательно получится. Ну что ж, дорогие друзья, мы очень надеемся, что советы нашей программы вам пригодят. Спасибо огромное, Анастасия. Ну и всем, конечно же, хорошего вечера, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова